Роман Ивана Антоновича Ефремова «Туманность Андромеды» вышел в свет в 1957 году. В этом же году был запущен первый в истории человечества искусственный спутник Земли. Началась новая эра. Эра надежд, романтических устремлений, героических подвигов. Тема человека будущего, обладающего высокими нравственными качествами, сильного физически и духовно, и тема целесообразного общественного устройства стали основными в произведениях Ефремова. Ефремова называют отцом советской научно-фантастической утопии о светлом будущем. Замысел романа «Утопии Туманность Андромеды» зародился у писателя в монгольской пустыне Гоби в экспедиции за костями дракона под фантастическим ночным небом. Ему захотелось создать произведения о космическом будущем и о красивых, ненасытных в подвигах людях, о подлинных человеческих отношениях и о планете, превращенной ее жителями в цветущий сад. Написать симфонию восходящего к слезам человечества. Такой симфонией и стал роман «Туманность Андромеды». Роман «Туманность Андромеды» признан одним из наиболее значимых произведений отечественной и мировой научно-фантастической литературы XX века. Иван Ефремов рисует картины далекого будущего, межжвездные перелеты, грандиозные научные эксперименты. Действие романа происходит в то время, когда Земля представляет собой единый мир с высокоразвитой и интеллектуальной формой общества. Примерно через тысячу лет человечество, объединенное коммунистической идеей, процветает. Войны, бедность, эксплуатация, государство отошли в прошлое. Люди живут гармонично и счастливо, радуясь труду и творчеству. Общество решило экономические, экологические и социальные проблемы. Люди осваивают космическое пространство, посылаем межжвездные экспедиции. Существует великое кольцо разумных рас галактики, обменивающихся знаниями и иными достижениями. Роман параллельно повествует о экспедиции космического звездолета Тантра на далекую планету Зида. Децивилизация погибла в результате ядерной катастрофы и о событиях на Земле. Именно в этой части произведения авторы делятся с читателем о прекрасном будущем гармоничного коммунистического общества. Герои Ефремова, если бы их можно было охарактеризовать одним словом, неравнодушные. Неравнодушные к проблемам тех, кто живет рядом с ними и к обществу в целом. Ищущие в работе и труде высокий смысл. Космонавты описаны самоотверженными людьми, готовыми в любой момент прийти друг другу на помощь. Без любовного сюжета произведение не обошлось. Также есть интриги, неудачи, загадки. Описана техническая вооруженность, транспорт и прочие полезные вещи, доступные каждому ее жителю. А теперь вернемся к роману Ивана Ефремова. Начинается он с очень яркой сцены. Девушка-навигатор дежурит одна в рубке космического корабля «Татра». Экипаж спит. За огромными окнами и экранами вечная ночь с немигающими звездами. А вот картина мертвой планеты Зидра в лучах зловещей красного солнца. Сначала наши астронавты видят погибшую космическую станцию на естественном спутнике. Станция погибла, когда умерла и материнская планета. Жители Зидры проводили опасные опыты с частично распадающимися атомным горючим и подвели свою родину к всепланетному Чернобылю. Звездолет летит над безжизненными просторами. Он снижается. Грохочет рассекаемая атмосфера. Воют бортовые сирены в надежде, что оставшиеся в живых обитатели планеты выползут из-под развалин. Но все тщетно. Внизу царит покой. Мертвый. А вот цепочка последующих событий романа. Гибель звездолета Альграб, который должен был снабдить Тантру горючим на обратный путь. Тревожная тьма по курсу корабля. Кошмарная железная звезда и ее громадная планета с толстой шубой атмосферы, с океанами неведомой глубины, с непонятной и опасной жизнью, уничтожающей непрошенных пришельцев. Здесь, на плоскогорье, невидящем света, стоят попавшие в плен мертвые космические корабли. Чем же заканчиваются приключения экипажа космического корабля Тантры? Победы над кошмарным миром железной звезды и возвращением на родную землю. Как оценить книгу Ивана Ефремова «Туманность Андромеды»? Во-первых, следует помнить, что «Туманность Андромеды» советская литература, рассчитана на советских читателей в эпоху, когда еще недавно отгремела жестокая война. Люди жили ощущениями грядущих великих свершений, космос, освоение Арктики, Сибири, океанов и морей. Для того времени, времени начала-начал советской фантастики, дальнего будущего, «Туманность Андромеды» несомненно гениальное фантастическое произведение. Если же говорить с позиции современности, современной фантастики, то книга, конечно, не так свежа. Но это классика фантастики. Как всякая классика, она должна читаться, тем более на фоне отечественной фантастики последних лет. «Беги, стреляй с бластера, колдуй». «Туманность Андромеды» другая литература. И тем она ценна. туманность Андромеды»